Строительство микрорайона Шапогат завершится до конца этого года. Об этом на встрече с представителями СМИ рассказал руководитель отдела строительства города Жаксылык-Шалабеков. Подробнее материали наших корреспондентов. Темпы возведения нового микрорайона и демонтажа старых зданий избавляются их оборотов. Этот новый 12-этажный дом входит в состав микрорайона Шапогат, чье строительство будет завершено уже в этом году. Здесь все по нормам и правилам, рассказывает строитель Арман Асанов. Потому будущим жильцам опасаться нечего. По графику не отстаем. Планируем закончить в конце года этого года. Дом вроде бы по качеству, не вроде бы, а на самом деле по качеству очень хороший будет. Не повторится. Сейчас в Караганде около 8 тысяч человек стоят в очереди на получение жилья. Из них 242 семьи – жители печально известной Бесабы. Первую очередь квартиры на востройках получат именно они. На его месте сейчас идет уже начато строительство. И вы видите, какими темпами. Это возрождается новый микрорайон. Назвали его Шапогат. Он разделен на три очереди. То, что вы видите на уровне 4-6 этажей – это первая очередь. Здесь квартиры получат бывшие жители Бесабы. Злободневным стоит вопрос грунтовых вод, из-за которых и рухнула Бесаба. Но и здесь, по словам чиновников, все в полном порядке. Вода откачивается. По словам главного строителя города, вода имеет не грунтовое происхождение, а техническое. Когда-то в этих местах проложили водопроводные канализационные сети, но их забыли нанести на карты. Именно из этих труб вода попадает в почву, подмывая фундамент. Ну, здесь абсолютно та технология, которая не была учтена при строительстве прежнего жилого комплекса. Здесь дома стоят на свайном поле. Тем более поверх свайного поля она заливается монолитной плитой. То есть здесь с запасом прочности, я думаю, что на все 200%. Марк Брюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский.